Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Вчера, поразительный день, в новейшей истории Латвии, депутаты Сейма вернулись из самоизоляции. Ну, если я так шучу, на самом деле, действительно, после летних каникул Сейм возобновил работу. Впервые, наверное, за последние пять месяцев в таком обычном режиме все депутаты собрались в главном зале пленарных заседаний. Один из депутатов у нас сегодня в студии, мы рады ее приветствовать, это Любовь Швецова, депутат Сейма. Добрый день. Добрый день. Да, вот, может быть, перед тем, как мы перейдем к таким очень важным вопросам, связанным с налогами, учитывая все последние инициативы правительства, которые, видимо, дойдут уже скоро и до Сейма, и до комиссии по бюджету и финансов, в которой вы тоже работаете, может быть, несколько слов об этом ощущении, об этих впечатлениях, о заседании, которое действительно было впервые за многие месяцы после пандемии, вот в таком очном режиме. Ну, как бы, вы знаете, впечатление двоякое. С одной стороны, конечно, наконец-то собраться в зале и начать работу в рабочей атмосфере, в очно разговаривая и поясняя законодательные инициативы, не ограничиваясь, как бы, разговором с самим собой в мониторе компьютера, это, скажем так, это возвращение к нормальной активной работе депутата, как я считаю, причем качественной. То, что, как бы, в этот четверг почему-то получилось, что у нас немножко, как бы, опять начался цирк, это было таким экспрессивным началом, я бы сказала, работы Сейма. Плюс еще, как бы, такой момент, что экспромтом было решено некоторыми депутатами из оппозиции саботировать выступление Левита, президента. И я объясню, почему, как бы, было принято такое решение. Да, неожиданно, вообще непривычно, вообще, для Латвии, да. Потому что, на самом деле, это была, как бы, инициатор зачинщицей, я бы сказала, Рюля Степаненко, это ее идея, но я считаю, что она правильно предложила протест, знак протеста. Почему? Потому что мы слушали выступления президента, но мы не школьники и не находились в это время в зале. Почему? Потому что это протест против элитарного президента и элитарного подхода к политике. Президент – это символ государства, это институт государства. И если этот символ и институт государственной власти, как президент, представляет интересы только бюрократизированной партийной элиты, очень ограниченной части общества, то это не институт не только, как бы, всех слоев общества. Это, получается, не только институт и символ интереса и заботы обо всех партиях, в том числе и об оппозиции. Забота о том, чтобы в государстве к работе оппозиции, к мнению оппозиции, к предложениям оппозиции хотя бы прислушивались на достаточно качественном уровне позиционные партии и правительства, то на протяжении вот этого промежутка времени, этого года, работая в отдаленном режиме и в том числе, и уменьшая время выступления оппозиционных представителей во время обсуждения бюджета прошлого года, по всей видимости, и в этом году будет ограничено время выступления оппозиционных депутатов во время обсуждения бюджета, то появляется отторжение такого института или отторжение представителя такого института, а именно президента Левита. И если анализировать его выступление, его речь, то ничего нового он абсолютно не сказал, а как студентам или школьникам сидеть и слушать лекцию на путствие от человека, который не представляет интересов всего общества и всех составляющих политики, в том числе и оппозиционной, мы решили таким образом выразить свой протест, не придя на его выступление. Затем мы активно подключились уже к работе по законопроектам, по обсужденным законопроектам. Были приняты ряд инициатив, которые позитивны, в общем, для общества. Безусловно, я отмечу в таком плане, что была криминализирована контрабанда, не сама контрабанда, а дополнительное преступное деяние в области контрабанды табачных изделий. Это когда производится и реализовывается табачные изделия контрабандным образом. То есть санкции выосточены и предусмотрена более серьезная ответственность. Были внесены изменения в закон про новые предприятия, я у нас не могу, для того, чтобы можно было более упрощенно регистрировать и более эффективно в этой отрасли работать. И одновременно предусмотрено, что если происходят какие-то мошенничества, то такое предприятие теряет поддержку в этой области действий. И еще один позитивный момент. Наконец-то идет продвижение, хоть очень медленное и недостаточно оперативное, но законопроекта по поводу списания в упрощенном порядке процесса неподвижспособности небольшой задолженности физических лиц до 5000 евро. И именно были два законопроекта, которые я тоже выступала и поддержала. Это не обложение налогом с предприятия таких задолженностей при списании и освобождение от налога на подоходы от населения. В случае, если человек признан неподвижспособным, и его сумма задолженности была до 5000 евро. Безусловно, это сопровождающе, потому что основной пакет пока что еще находится в юридической комиссии, но я надеюсь, что вскоре он пойдет во второе чтение. Ну и, конечно, самые последние актуальности, которые в правительстве происходят, за которыми я внимательно слежу, это изменения в налоговой системе, в налоговой политике, которые планируются вести вместе с бюджетом 2021 года. Да, мы сейчас об этом тоже поговорим, но может быть такое, не знаю, лирическое отступление или вступление. Но правительству в какой-то степени или правящей коалиции не позавидуешь. Это, конечно, их проблема, если так можно сказать. Они взяли на себя ответственность, но тем не менее. С одной стороны, экономический кризис и доходы бюджета практически гарантированно будут снижаться, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что нужно найти какой-то механизм, чтобы наконец решить вопрос с зарплатами медиков. Там уже Конституционный суд скоро вынесет какое-то решение, мы можем догадываться, какое. То есть, я к чему веду, что целый ряд проблем, которые вроде бы заставляют искать деньги, которых нет. И вот приходится придумывать, как бы вот собрать опять с нашего кармана под разным соусом. Может быть, сама, не знаю, философия правящей коалиции, сам подход неверен в корне, прежде чем мы поговорим о тех изменениях, которые предлагаются. Вы знаете, в принципе, безусловно, если мы, анализируя, какую политику реализуют правящие партии, правящие элиты, в любом случае они вынуждены прислушиваться к тем же самым, к партнерам. Это к конфедерации работодателей, к конфедерации предпринимателей, к ассоциациям, к профсоюзам, к лидерам профсоюзов, к профсоюзным деятелям. В любом случае просто не может правительство, не может политики, которые находятся и создают это правительство, не считаться все-таки с мнением общества, не считаться с мнением тех, кто платит налоги, то есть предпринимательством и представителями предпринимательства. Нужно понимать, что в принципе, конечно, если мы так вот, ну как бы из заброски, из того, что на данном этапе предложило правительство, очень позитивно я лично оцениваю снижение суммы социального налога, процента социального налога на один процентный пункт работодателю и работнику процентуально. Это, безусловно, позитивный шаг в сторону конкурентноспособности налогового обложения на рабочую силу. Для кого это выгодно? Ну, конечно, в первую очередь получается выгодно для таких серьезных компаний, в которых работает достаточно большое количество работников. Безусловно, это выгодно в том числе и получателям небольших и средних зарплат, потому что у них немного больше все-таки денег останется для личного потребления. Явилось ли это результатом того, что правительство просто-напросто решило и захотело вот таким образом облегчить участь работников и участь предпринимателей? Ну, сомневаюсь. Наверное, все-таки это была взаимная дискуссия, споры, какие-то встречи, обсуждения, в результате которых достигнут был такой компромисс. Если мы оцениваем с точки зрения того, что кризис экономики, да, он и есть, да, его последствия чувствуются в экономике, безусловно, возможны еще разные варианты с учетом ковида и развития в Европе, тех же самых процессов, связанных с ковидом и с экономическими последствиями, то возможны еще какие-то либо спады, либо замедления экономики. На данном этапе ярко выражено было то, что вторая четверть была минус, но в любом случае, если мы анализируем данные по поступлениям налоговым за этот промежуток времени, они все-таки сильно не упали. И это даже несмотря на то, что… Такого обвала все-таки не случилось. Да, обвала не случилось. Надо, наверное, тогда понимать, с чем это связано. Возможно, это было связано как раз с тем, что сначала притормозили свою деятельность люди и меньше стали тратить, в том числе. А предприятия в любом случае выполняли те заказы, которые уже были заказаны, которые так или иначе нужно было сделать и поставить. И они рассчитались, и с ними рассчитались за сделанную работу, за поставленную продукцию и услуги оказаны. Безусловно, были отрасли, которые пострадали, как туризм, ресторанные бизнесы, ну такие вещи. И теперь, получается, нужно найти равновесие, очень такое, наверное, оно хрупкое, между тем, как позволить бизнесу продолжать работать, особенно в этих отраслях, туризм, медицина и ресторанный бизнес, и одновременно предусмотреть меры по снижению или минимизации рисков заражения, как сохранить сотрудничество по тем же самым поставкам и совместным операциям и бизнесам между Латвией, Литвой и Эстонией, как ближними соседями. Мы видим, что в Литве и в Эстонии растет заболеваемость, и, возможно, включение тоже в список. И по всему, к этому все идет, да. А это автоматически вызывает простое, это автоматически может вызывать и заторможение опять поставок, выполнение каких-то заказов и торможение предпринимательской деятельности, что автоматически вызовет торможение налоговых возможных поступлений. Поэтому, то есть, она настолько хрупкая сейчас, эта ситуация, и очень важно удержать позитивное, хотя бы позитивное настроение и желание работать, желание производить продукцию, желание экспортировать. Я думаю, что для тех же самых предприятий, которые занимаются экспортом, снижение социальной ставки – это плюс. Для конкурентноспособности на Балтийском рынке пока что мы все-таки еще отстаем, все равно при любом случае. Да, это правда. Но все-таки тоже хотя бы хоть чуть-чуть на небольшое направление в сторону снижения этой налоговой нагрузки. То, что налоговая нагрузка переносится на индивидуальных коммерсантов, получается, ликвидируется режим микропредприятия, ну, это дискутабельный вопрос сам по себе микропредприятия. Сейчас ли истинное время для того, чтобы ликвидировать всю эту систему? Правильно ли выбрана сумма, начиная с которой удваивается ставка налога на микропредприятия? Предусматривается ли инструмент замены микропредприятия для начинающих каким-то другой формой налогообложения и административного регулирования? Это вопросы, которые будут обсуждаться в ходе данных поправок, которые правительство предлагает. Прислушается ли правительство вновь к критике или предложениям каким-то от оппозиции? Мне сложно сказать. То, что я сейчас уже вижу, если говорить о режиме микропредприятия, мы видим, что правительство решило поднять минимальную необлагаемую дереференцированную ставку до практически 500 евро. И это получается 1800 евро. И если мы смотрим… То есть доход, если месяц 1800, а применяется эта ставка? Необлагаемая деференцированная ставка, да. Тогда я думаю, что и сумма микропредприятия тоже должна была быть немножко больше, а не 20000, у меня получается тогда, что они должны быть 21 1800 евро. Это, начиная с которой, можно говорить о вовлечении ставки налога на микропредприятия. А минимальная заработная плата? Пока непонятно. Минимальная заработная плата, насколько я понимаю, все-таки тоже пойдет к 500 евро. И, насколько я понимаю, исходя из той дискуссии, в которой принимали участие, в том числе и представители Дарбадевы, это работодатели и латвийская камера производства, они концептуально поддержали увеличение минимальной заработной платы. Нужно понимать, что согласно этих изменений предусматривается, что минимальная сумма социального налога тоже вводится, и она становится обязательной и будет в таком случае 170 евро. То есть, в любом случае, налоговая нагрузка, если она уменьшается на предприятия, на средние, большие, концептуальные, исходя из предложенных поправок, то получается, что она увеличивается на тех, кто получает доходы вот в таком секторе. Если не будет предложены инструменты, допустим, того же хозяйственного счета предпринимательской деятельности, то просто-напросто данный сегмент может уйти в тень. Это касается как минимум около 29 тысяч налогоплательщиков. В том числе, с 2022 года предусматривается обязательный платеж и смена режима патента платильщиков и получателей гонораров, то есть работники, в том числе, культуры и искусства. Как бы смогут и пойдут ли они на такие платежи, смогут ли они их выдержать, то есть это вопрос, скажем, такой достаточно открытый, скажем так. Поэтому стоит риск, запретив и введя новые налоги, не наоборот собрать больше, а в тень уйдет большое количество, а служба госдоходов будет расходовать ресурс на то, что будет ловить ветер. То есть когда по воробьям стреляют из пушек, это становится дороже. То есть до определенного уровня, за каждый инкассированный евро по налогам это что-то стоит. Когда эта себестоимость одного евро может вырасти до трех евро, то это не окупается. Это означает, что достаточно неэффективно работает не столько инструмент, сколько получается вот эти рамки, в которых предложили работать, они не соответствуют тому, как развивается общество, среда предпринимательская, как развивается народное хозяйство. Любовь Швецова у нас в студии, депутат Сейма от факции «Согласие». Прервемся буквально на пару минут и вернемся в студию. Я вижу, что много звонков. Постараемся принять звонки. Тоже не переключайтесь. Продолжаем работу прямого эфира. Любовь Швецова у нас в студии, депутат Сейма. Начнем действительно со звонков наших радиослушателей. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот хочу спросить у вашей гости на съезде партии «Согласие». Она сказала, что дает Урбановичу один год. Судя по результатам выборов Думы, значит, это полный провал. И пора ли его менять на более решительных лидерах, например, на Добровского? Как она думает? О, интересный вопрос. Явно не о налогах и финансах. Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что вы меня с кем-то перепутали, потому что я не выступала на Конгрессе партии «Согласие». И я никому год не давала. У меня по поводу некоторых вопросов, касающихся партии, партии немного отличное мнение, возможно, от большинства руководства партии. И, может быть, отличается от большинства мнения последователей партии. Но так как я не являюсь членом правления партии, и я не думаю, что было бы правильно обсуждать мне публично проблематику и проблемы на данном этапе, которые преследуют партию «Согласие». И я на самом деле надеюсь, что и руководство партии «Согласие», и правление, и Дума примет адекватные меры и решения после произошедшего на этих выборах самоуправления. И лично я считаю, что каждое поражение – это, с одной стороны, нужно иметь смелость сказать, что да, это поражение, это так есть, но с другой стороны, нужно иметь силы, чтобы принять решение и начать изменения. То есть каждое поражение – это ещё и возможность победы в будущем. При правильной рокировке сил, при правильном расчёте своих возможностей и способностей, при правильной мобилизации потенциала. Если и будут ли такие изменения, и будет, и когда это будет принято, я не могу сказать, ещё раз, я не в правлении партии, я не принимаю глобальные решения, я работаю всеми, работаю по максимуму, считаю, что я работаю и стараюсь профессионально делать свою работу. Мне не стыдно смотреть в глаза избирателям, мне не стыдно смотреть в глаза налогоплательщикам, которые, так сказать, оплачивают мою работу, потому что я делаю максимально хорошо то, то, что я знаю, то, что я могу, и то, что в моих силах. Спасибо за исчерпывающий ответ, тем более, что о партии «Согласие» мы, наверное, говорили в предыдущем эфире, когда был и член правления этой партии, он же зампредседателя партии Андрея Морозова. Не будем, наверное, повторяться. Вернёмся, вот, может быть, действительно, к теме налогов, но раз у нас всё-таки примем ещё один звонок радиослушателя. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Вопрос по поводу налоговых предложенных правил изменения по микропредприятиям. Получается, что официально в том сообщении, которое на Кабинете министров обсуждалось, заявлено, что 32 тысячи людей, которые сегодня работают в микропредприятиях, останутся без работы. Как вообще этот вопрос обсуждался и будет обсуждаться, и насколько это допустимо в нынешних обстоятельствах выкинуть 32 тысячи людей на улицу, кроме того, что ещё 32 тысячи по прогнозам тех же самых составителей этого законопроекта предполагается, что перейдут на статус наёмных работников. Однако то, что они так смогут найти ресурсы, чтобы оплачивать по полной программе этим людям налоговые протяжи, это тоже ещё никому неизвестно, смогут ли они это сделать. То есть фактически у нас в перспективе 64 тысячи безработных. Это вообще за государственный подход так делать или нет? Спасибо большое. Вот такая реакция, в принципе, ожидаемая. Благодарю Людмилу за интересный вопрос. Я думаю, что, безусловно, вопрос изменения в микропредприятии, это, с одной стороны, об изменениях работы в предприятиях микрорежима, он уже какое-то время обсуждается. В том числе он обсуждался и во время планируемой реформы 2017 года налоговой. Однако тогда микропредприятия себя отстояли. Отстоят или не отстоят они себя именно сейчас на этой стадии, вопрос достаточно жёсткий. Я боюсь, что не смогут они себя защитить. Сразу отвечу, да, я думаю, что это не очень сильно государственно в момент кризиса экономики ликвидировать режим абсолютно микропредприятий. Почему? Потому что 32 тысячи людей, да, это много. Это, которые, получается, либо должны будут перейти в общий режим и платить нормальную ставку налога, либо закрыться. То есть, получается, что, ну, наверняка, часть предприятий, по идее, если они работали в этом режиме и не могут потянуть платежи, они вынуждены будут банкротировать. То есть, действительно, возможно, что какая-то часть пострадает. А ещё один момент, который всё-таки есть, и это надо признать, есть ряд предприятий, которые используют микрорежим для мошенничества с налоговой базой. И я, конечно, очень сильно как бы извиняюсь, но та же самая ситуация с телевидением ЛМТ, когда многие журналисты, которые работали, и в результате того, что было сливание компаний, практически остались и без социальных гарантий, и были сокращены, это ярко выраженно показывает, на каком уровне и каким образом режим микропредприятий использовался для оптимизации налогового бремени, налогового обложения. И, безусловно, в этой ситуации пострадавшие являются работники этого микрорежима, которые работали на предприятии. А выгодополучателю была достаточно серьёзная большая компания, которая, однозначно, если человек не согласится перейти на микрорежим, он просто не сотрудничал бы с этим человеком как работником, правильно? То есть я знаю из личной практики много случаев, когда компании просто-напросто тоже заставляли своих работников переходить в микрорежим, хотя на самом деле они оказывали услуги тем же самым большим компаниям. То есть не должно быть так, чтобы хорошая идея о том, как решать кризисные моменты после кризиса 2008 года, введя режим микропредприятий, использовалась большими компаниями для оптимизации сверхприбыли и для уменьшения социальной ответственности перед работниками. Это однозначно. Но и рубить с плеча и в преддверии, и в разгар нового кризисного момента, абсолютно уничтожая данный режим, не предусматривая какой-то переходный период или институт замены данного режима, это тоже неприемлемо, по-моему. Поэтому посмотрим, какие компромиссы и как будут бороться за себя микрушки, я их называю, и каким образом правительство отреагирует на данный запрос общества и на данный сегмент предпринимательской среды. Я еще хотела сказать, что позитивно из того, что предложено, это с 2022 года предусматривается, что начнет работать система автоматические оплаты переплаченного подоходного налога с населения. Это однозначно очень-очень большой плюс в данной налоговой реформе, и чем быстрее эта система была бы введена, тем лучше. То есть автоматическая выплата переплаченных налогов для индивидуумов это как раз уменьшение административной нагрузки, это оперативно получение человеком переплаченных в госбюджет средств, и на что указывал госконтроль тоже в свое время в отчете о том, что очень большое количество людей, особенно те, которые не сильны в компьютерах, не сильны в системе ЭДС, не сильны в бюрократических нюансах, они просто-напросто не обращались, хотя у них были очень большие суммы, которые они могли получить за переплаченные налоги по медицине или по образованию, или по детским кружкам. Поэтому с 2022 года это будет автоматически предусматриваться в законопроекте по законодательству. И вот концептуально, конечно, еще будет дискуссия, и будет дискуссия в том числе и в Сейме. Я думаю, что оппозиция будет готовиться, и мы планируем готовиться и свои поправки, предложения вносить, защищая по интересу тех налогоплательщиков, которые могут сильно пострадать, и защищая хотя бы минимум социальные ответственности перед избирателями и населением. Да, вот все-таки возвращаясь к налогам, по крайней мере, поскольку вы представляете социал-демократическую силу, то часто приверженцы вот этой идеологии совершенно справедливо говорят о том, что надо перекладывать налоговую нагрузку, вот такой традиционный подход от налогов на труд, условно говоря, на капитал. Ну и, наверное, перекладывая на капитал, тут тоже есть определенные риски, чтобы мы уже последних, не знаю, инвесторов или предпринимателей тоже не загнали в угол. Вот мы помним эту недавнюю историю, которая еще, кстати, не закончилась, с кадастровой стоимостью, где когда те же гостиницы или там другие офисы подсчитали в Риге, сколько им придется платить, если это кадастрово твердят, по 3 миллиона в год, они сказали, ну там мы сразу закрываем все на амбарный замок и уходим. Вот где вот эта вот грань, как вам кажется, вот между перекладыванием налогового бремени с налога на труд на капитал? Я думаю, что безусловно постепенно перекладывать налоговое бремя с труда на капитал, если мы говорим о Латвии как социально ответственной и страной, которая движется по громогласным заявлениям того же премьера и президента в сторону скандинавских стран и скандинавской модели государственного управления, скандинавской модели политического диалога и развития общества, то в скандинавских странах достаточно высоки как раз налоги на капитал, на дивиденды и на эксклюзивное имущество. И я думаю, что эпопея с повышением кадастровой себестоимости жилья, она однозначно показывает не столь само по себе насущность того, что необходимы изменения в расчете налога на имущество, а сколько отсутствия прагматического и продуманного и системного подхода в решении данной проблемы. Почему? Потому что нужно предусмотреть определенные льготы и определенные налоговые бонусы для тех предприятий, для тех физических лиц, которые развивают, например, свое имущество. Потому что если это на данном этапе, допустим, какое-то развалившееся здание на окраине, а инвестор вкладывает ресурс для его восстановления, для восстановления инфраструктуры, для создания рабочих мест и начинает платить тот же самый подоходный налог с населения, то необходимо было бы целеустремленно предусмотреть, что есть гарантия того, что при таком подходе к бизнесу этот человек получает либо отложенный платеж, либо освобождается, либо платит минимальную сумму налога на недвижимость. Однако, возможно, было бы правильнее предусмотреть, если субъект, физическое лицо продает, как, например, допустим, я не считаю, что это нормально, как адвокат Бункус, когда у него имущество в межепарке, огромный дом, оформленное на офшорное предприятие, и это офшорное предприятие, допустим, занимаясь какой-то там сдачей в наем, сдачей в аренду, получая прибыль или, возможно, просто-напросто легализируя какие-то финансовые деньги через недвижимое имущество, получает прибыль и либо освобождается от налога, либо платит его в минимальном размере. То есть нужно четко понимать, если это имущество офшорное, пусть платят максимальную налоговую нагрузку по налогу на недвижимость. Если это предприятие, которое платит подоходный налог с населения, то оно должно получить определенные льготы при уплате налога на имущество. То есть дифференцированный подход, сегментирование платильщиков этого налога, это правильное, наверное, решение было бы, рассматривая вопрос о налоге на недвижимость. И опять же, повышать кадастры на хрущевке, на дома, построенные 20-15 лет назад, находящиеся в критическом состоянии, в инфраструктуре содержания которых не были определенные вливания сделаны, или, допустим, они находятся просто технически в сложной ситуации, и у людей нет денег на то, чтобы их отремонтировать, еще за это увеличивать ставку налога на недвижимость – это абсурдно и абсолютно некорректно. То есть любые изменения должны быть просчитаны, продуманы и предусматривать как стимулирующие инструменты, так и санкционные инструменты в том случае, если офшоры оформляют здание, имущество на себя. – Может быть, такой вопрос в последнее время так быстро идет. Вот многие предприниматели целой ассоциации вчера говорили о том, что отдельные предложения по налогам, что и вы констатируете правительство, имеют право на жизнь, но лучше это делать не в 2021 году, поскольку действительно времени мало остается на эти реформы очередные налоговые, а лучше это сделать в 2022 году, подождать, чем закончится, если так можно сказать, этот кризис, вызванный пандемией. Как вы считаете? Или нечего тянуть резину, скажем так? – Я думаю, что правительство тоже выбрало достаточно интересную тактику при поднесении и дискуссии. Как мы видим, что первоначальная версия, предложенная правительством, была раскритикована самими же партнерами по коалиции и вернулась на дальнейшие дискуссии. Дискуссия была заморожена до выборов в Рижскую Думу, то есть о налоговой политике было молчание. Публичная дискуссия, работа комиссии всеми по налогам, она тоже была только в конце прошлого года. С начала этого года работа комиссии с учетом кризиса вообще замороженной информации нет, и правительство достаточно держало данные, документы и обсуждения в рамках правительства и только коалиции. То есть оппозиция в последний месяц только получила доступ к документам и доступ к информации и к обсуждению. Я думаю, что это делается сознательно, чтобы у оппозиции было меньше времени для подготовки, для дискуссии и для контратаки на определенные моменты. Но для налоговых изменений никогда не наступит истинное время, наверное, потому что налоги – это та составляющая, которая никто не хочет платить налоги. Это понятно, в принципе. Как же исторически, одна из первых профессий древнейших – это не только, как мы знаем, тот, но и сборщики налогов. Тут они могут соревноваться, кто там первый. Да, да, да. Сборщики налогов приравнены к такой ситуации. Поэтому может быть правильно уменьшение налога на рабочую силу. Ликвидация микропредприятия, мне кажется, лично неправильна на данном этапе. Введение режимов обязательных социальных платежей постепенно необходимо. Является ли сумма 170 евро оптимальной? Наверное, для начала все-таки это слишком большая сумма. Тем более, что и размер галерархов у людей разный, к примеру. Безусловно. Если мы думаем, что в Австрии такая же сумма минимального социального платежа у всех, и в Латвии, но мы не получаем зарплаты и доходы в Австрии. Нужно сначала научиться так зарабатывать, как Австрия, а потом уже вводить такую ставку обязательного взноса, как в Австрии. И еще, может быть, скажу напоследок немного крамольную мысль такую. На самом деле правильнее было бы оставить в покое все эти режимы, предложив и предлагая оптимальные инструменты для минимальной административной бюрократической налоговой нагрузки, максимальные силы, эффект и вообще концепции перекладывать для того, чтобы появлялось больше налогоплательщиков. Сказать, что уменьшив 1% пункт на социальный налог для работодателей, работников для предприятий, сейчас у нас хлынет инвестиции. При экономическом терроре банков и системы Moneywell, где Латвия прогнулась до последнего практически, в том числе наказав очень многих инвесторов из соседних стран. И из Белоруссии, и из Украины. Да и вообще резидентов Латвии тоже с этими банками. А своих пострадали больше всех. Почему? Потому что мне кажется, что тактика бей своих, чтобы чужие боялись, иногда она принимает уже такие какие-то чересчур неадекватные размеры. Я бы сказал, в какой-то степени извращенные даже. Мазохистская область. Безусловно. Поэтому правильнее было бы не повышать налоговые ставки, а создавать условия для того, чтобы увеличивалось количество налогоплательщиков. И выступать с речами о поддержке Белоруссии, белорусского IT-сектора и налогоплательщиков не тогда, когда в этой стране несчастье, кризис и трагедия, а тогда, когда разрабатываются законодательные проекты по тому, как оформлять визы, разрешения на въезд, какие льготы получают предприятия, которые приезжают, и в каких режимах они могут здесь работать, а не замораживать счета уже тем, кто здесь работает инвестором из Белоруссии, из Украины, и не отнимать и арестовывать деньги айтишников, которые работают через банки Латвии. А такое происходит, я так понимаю. С ложью рядом. Только об этом не говорят. Об этом не говорят, да. Легче же сделать какое-то просто громкое популистское заявление, правильно? Постфактум. Да, постфактум. Любовь Швецова у нас была в студии, и не на все звонки смогли ответить. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.